Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вам познакомиться с новой книгой «Пчёлка Мелли». Солнечную сказку о непоседливой пчёлке написала бельгийская писательница Изабель Маккой, а иллюстрации книги выполнил один из лучших детских художников Европы Квентин Гребом. Вы думаете, солнечные цветы – это выдумка? Ничего подобного. И маленькая пчёлка Мелли убедилась в этом, когда впервые в жизни вылетела из улья. В большом улье на опушке леса жила пчёлка по имени Мелли. Она была ещё совсем маленькая, и поэтому ей пока не разрешали вылетать из ульи. – Ещё не время, Мелли! – говорила ей королева пчела, мать всех пчёл. – Тебе нужно сначала подрасти. Потерпи немного, дорогая. И Мелли покорно возвращалась к сёстрам и принималась за работу. Маленькие пчёлки без устали трудятся в улье, чистят и строят ячейки, ухаживают за яичками. – Как хорошо живётся моим старшим сёстрам! – думала пчёлка. – Они каждый день вылетают наружу и собирают нектар. А какие удивительные вещи они рассказывают про небо, солнце, про деревья! Мелли пыталась представить, как выглядит мир наружу, но не могла. Ей ещё сильнее хотелось вылететь на конец из улья и всё увидеть собственными глазами. Однажды спокойная жизнь пчёл была нарушена. Огромный медведь решил полакомиться мёдом и напал на улей. Тревога, тревога! – зажужжал пчелиный рой. Разъярённые пчёлы встали на защиту своего дома. Мелли и её сёстры тоже вылетели из улья и бесстрашно бросились в бой. Медведь отчаянно махал лапами и щёлкал зубами, чтобы отогнать насекомых. Но пчёл было так много, и кусали они так больно, что ему пришлось спасаться бегством. Враг был изгнан, и Мелли опустилась на гриб, чтобы перевести дух. И только тут малышка поняла, что оказалась на воле первый раз в жизни. «Наконец-то я увижу мир и все его чудеса! Замечательно!» – воскликнула она, расправила крылышки, полетела. Всё вокруг удивляло Мелли. Каждая мелочь приводила её в восторг. Какое синее небо, какое яркое солнце, какие восхитительные цветы! Устав, Мелли присела на цветок и попробовала нектар. «Вкусный, правда?» – спросила бабочка, опустившись рядом. Но он не сравнится с нектаром гигантских цветов, что растут в долине. Мелли задумалась. Её сёстры никогда не летали в долину, слишком далеко. Вот они удивятся, если Мелли принесёт в улей нектар незнакомых цветов. Малышка решилась и, помахав на прощание бабочки, полетела в сторону долины. Мелли так размечталась, что не заметила опасности. Неподалёку соткал свою сеть. Паук! Пчёлка угодила прямо в центр серебристой паутины. Тонкие нити опутали Мелли и не давали ей даже пошевелиться. А через мгновение пчёлка с ужасом увидела подбиравшегося к ней паука. «Я пропала!» – с отчаянием подумала она. Но тут неведомая сила вырвала пчёлку из плена. «Неужели она спасена?» Увы, радость Мелли была недолгой. Она оказалась в клюве птицы, которая поднимала её всё выше и выше. Мелли поняла, какая страшная участь её ожидает. Птица несла бедняжку в своё гнездо. Пчёлка уже слышала писк голодных птенцов и видела их жадно раскрытые клювы. Мелли зажмурилась от страха, но птица неожиданно бросила свою добычу. Мелли шмыгнула в сторону и оглянулась. Оказалось, к гнезду подбиралась хитрая куница, и птица-мать бросилась защищать своих детёнышей. Пчёлка воспользовалась случаем и улизнула. «Спасибо тебе, куница!» Мелли продолжила путь. Но её крылышки уже дрожали от усталости. К тому же начинало темнеть, и нужно было поскорее найти ночлег. Пчёлка в изнеможении опустилась на какой-то тёмный предмет посреди поля, забилась щель и тут же уснула. На следующее утро Мелли выползла наружу и осмотрела своё убежище. Им оказалось огромное огородное пугало. Маленькая путешественница посмотрела по сторонам и не поверила своим глазам. Перед ней было целое море ярко-жёлтых гигантских цветов на длинных стеблях. Каждый цветок был похож на солнце. Так вот о чём говорила бабочка. Мелли попробовала нектар. Бабочка была права, удивительно вкусно. Да здесь настоящий рай для пчёл. Малышка с удовольствием позавтракала, а потом, нагрузившись сладким нектаром и душистой пыльцой, поспешила домой. В родном Олье жизнь шла своим чередом. Все были заняты делом. Но как только появилась Мелли, пчёлы вылетели ей навстречу. Их привлёк сладкий аромат нектара. Малышка рассказала подругам о своих приключениях и угостила драгоценным нектаром и душистой пыльцой. Цветы большие, как солнце, с таким сладким нектаром. А где ты их нашла? Стали расспрашивать её пчёлы. Мелли принялась танцевать. Так пчёлы рассказывают своим сёстрам, где нашли нектар. Три шага вперёд, кувырок. Два шага назад, ещё кувырок. Остальные пчёлы, затаив дыхание, следили за танцем Мелли. Через минуту все они уже знали, как добраться до заветной долины. Давайте переселимся туда, где растут солнечные цветы, предложила путешественница. Правильно обрадовались пчёлы. Какая молодец наша Мелли. И, прихватив вещи, весь рой отправился в путь. С тех пор пчелиная семья благополучно живёт в долине, где очень много солнца и где растут замечательные солнечные цветы. Пчёлы называют их цветами Мелли. Хотя на самом деле... Мелли. 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 Субтитры подогнал «Симон»